ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На ТНВ новости Татарстана в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте! И вот о чём расскажем. Приписки, подписи, преступления. География коррупционных преступлений охватывает всю республику. Каких коррупционеров разоблачили сегодня, узнал Дмитрий Аренин. 11 лет без права на жильё. Должна была хоть какой-то угол для себя. Как дело Нины Мешковой изменило нормы исполкома Казани, подробности у Натальи Мезиной. Сталактиты на казанских пятиэтажках. Если кто-то там высунулся с балкона, и эта сосулька ему на голову упадет, то тогда несчастный случай не минуем. Какая сумма управляющим компаниям грозит за неубранный из крыши снег, выяснила Юлия Гоголева. Как никогда жёстко критиковали и разоблачали сегодня на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции. От Рустама Миниханова и руководителей силовых ведомств досталось как руководство ряда министерств, так и районов. Как сообщили по итогам минувшего года, в Татарстане выявили более тысячи коррупционных преступлений. Кого поймали на приписках и чьи подписи вызвали интерес следователей и президента, расскажет Дмитрий Аринин. Не очень приятно слушать эту информацию, но тем не менее, вы куда ушли? К вам вопрос ещё есть. Много вопросов к чиновникам разного уровня возникло после докладов силовых структур. В минувшем году в Татарстане выявили более тысячи коррупционных преступлений. Общая сумма ущерба более 400 миллионов рублей. Факта взяточничества стало больше почти на 50%. Окончено с направлением суд 194 уголовных дел в отношении 232 обвиняемых. В прошлом году таких дел было 189. Количество расследованных по ним преступлений выросло на 64%. География коррупционных преступлений охватывает всю республику. Не осталось муниципального района, не затронутого этой проблемой. Причём зачастую сотрудники и руководители ряда муниципальных органов либо сами участвуют в преступной деятельности, либо попосительствуют ей. За каждым совершённым коррупционным преступлением со стороны должностных лиц находится авторитет власти, потеря которого трудновосполнима. Несмотря на прилагаемые усилия со стороны руководства республики по улучшению социально-экономического благополучия, некоторые высокопоставленные лица настолько потеряли инстинкт самосохранения, не говоря уже о совести, что пытаются нажиться даже при реализации национальных проектов, каждый рубль которых тщательно контролируется. Яркий пример тому – дело по Министерству спорта. По завышенной стоимости закупали машины для очистки льда на спортивных аренах. По уголовному делу предстоит проверить причастность к хищению бюджетных средств должностных лиц Минспорта. Ещё один яркий пример коррупции, ставшей новым трендом – переписка студентов. На этом попался Дрожжиновский техникум отраслевых технологий, где дипломы выдали 60 эффективным студентам, которым за время учёбы начислялась стипендия. Как выяснилось, Дрожжиновский техникум не единственный, где занимаются приписками обучающихся. Аналогичные подходы, установленные в Апастерском аграрном колледже, где приписанными оказались не менее 12 студентов, и никто этого не замечает. Какая-то круговая порука, которую в упор не видят ответственные лица муниципалитета и Министерства образования. То есть в приписках появляются новые бренды. Раньше приписывали по голове крыльц и урожайность. Теперь это стали пациенты в больницах и студенты в учебных заведениях. Наш министр образования, вот как у нас может быть так, чтобы мёртвые души... Директор Уволин из... директора Дрожжиновского техникума. Сейчас Апастовский район тоже выявлены такие нарушения. Мы параллельно в 12-й районах республики провели мониторинг. Есть дорожная карта, Рустан Нургалевич? Мы знаем... Дорожная карта, у тебя есть человек, который отвечает за это направление. Я понимаю, министр всё увидеть не может. У нас у каждого есть люди, которые отвечают. Ну, улыберлярные куры, я кирок, битинные. Мы стыд, позор, но что мы это... Минобур напомнили о проблеме приёма студентов в общежитие и детей в школы. В некоторых вузах нашей республики нет регулирован процесс, вопрос предоставления мест в общежитии. Ну, как можно сдоимствовать с этих студентов с района приедем? Вот смотрите, ещё вот... С района приедем? Нет, в школу, в школу. Значит, прописывают детей в резиновую квартиру где-то даже, но так же нельзя. Икабаш, что ли? Две головы, что ли, у них? Он в городе работал? Может быть, ещё приёмы эти приписки? Были. Может, ты разрешил тогда? Сейчас вот запрети, как министром стал, чтобы таких вещей не было. Мы сами выявили нарушения. Ну, ещё и сами выявили, то молодцы. На фиктивном отдыхе детей поймали Министерство молодёжи. Подверждено 39 случаев, когда ГБУ Лето, подведомственное Министерство по делам молодёжи республики, пересислило в санаторный оздоровительный лагерь Свияга Плюс деньги за фактически не оказанные детям услуги. Их там даже не было. Бюджёт потерял более миллиона рублей. Как вы можете объяснить вот такие благотворительные действия? Есть какое-то объяснение, нет? Недлежащий контроль моё личное министерство после того, как мы выехали. Это ваши доверенные люди. Если это человек, вы не доверяете, у вас все полномочия, меняйте их. Вот вы, как министр, отвечаете. Я вот отвечаю за вас. Если вы не справляетесь, я должен подумать о вашем соответствии. За подписи сегодня пришлось отвечать Минстрою и районным властям. Выявлен ряд объектов госпрограмм, которые сдали и приняли с массой недостатков. В Арском, Однинском, Высокогорском среди нарушений можно отметить деформацию дверных проёмов, отслоение настенной плитки, отсутствие изоляции электропроводов. Перечисленные при строительстве недостатки, допущенные при реализации программ, позволяет поставить вопрос о эффективности работы Министерства строительства и архитектуры ЖКХ, а также заказчика в лице ГИСУ. Министр строительства, вот смотри, встань, пожалуйста. Вот ты же сам в ГИСУ работал, да? И вот эти косяки, наверное, ещё как бы твоё наследие. Ведь человек, который принимает... Строитель кто? Строитель человек, предприниматель, который хочет тебя обмануть. Ты должен сразу понимать, это нормально. Но ты же подпись твою ставишь. Вот у тебя кто КСКИ подписывает, он подписывает это, да? Вот это первое, как бы, ну как можно подписывать? Вот люди там 100 тысяч, 200 тысяч, да, берут там не тот материал, это... У нас что, лишние деньги, что ли? Подытоживая, сегодня отметили, нужно усиливать контроль за бюджетными деньгами, больше внедрять электронный документооборот и для выявления мздоимцев шире привлекать общественность. В целом, коррупционные уголовные дела негативно влияют на имидж республики, на его деловую репутацию. У бизнеса возникает стойкая убеждения необходимости заложить резервы для коррупционных потерь. Это влечёт рост цен и стоимости республиканских программ, в том числе реализуемых в рамках приоритетных национальных проектов. Такие факты уже имеются, и мы будем жёстко на них реагировать. Дмитрий Ирин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Следственный комитет будет требовать ареста Бориса Петрова, бывшего главы управления Ростехнадзора по Татарстану. Об этом сегодня на антикоррупционном заседании в Кремле сообщил руководитель следкома Валерий Липский. Вчера нами задержан бывший руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Петров, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, около полутора миллионов рублей, от одной коммерческой компании. Через бывшего руководителя Челнинского территориального отдела Ростехнадзора Хакимова. В ближайшее время мы обратимся в суд с ходатайством о его аресте. Напоминаю, что санкция, по которой Петров подозревается, это часть 6 статьи 290, предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, как за убийство, со штрафом до 70-кратной суммы взятки. В данном случае штраф может составить до 100 миллионов рублей. Весна пришла и застряла в десятибальных пробках. Из-за метели город встал, на дорогах снежная каша, городские службы не успевают убирать снег. Местами двухполосная дорога превратилась в однополосную, непростую дорожную ситуацию, сугубляют и аварии. Синоптики предупреждают, что помимо снега, на дорогах гололедица водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными. Очень было сложно проехать, но, как говорится, но всегда у нас такая обстановка. Снег в этом году убирает хуже, чем в прошлом году. Вратительная ситуация, сами видите. Очень трудно ехать. Дороги плохо чистятся, понимаете? Коммунальные службы немножко не справляются, мне кажется. Надо немножко активнее чистить. Смотреть надо не только под ноги, но и наверх. Резкое потепление опасно с ходом снега и наледи с крыш. В республике уже несколько случаев с пострадавшими. Кто должен убирать? Какой за это полагается штраф? И в каких районах опаснее всего? Выясняла Юлия Гоголева. Если эта сосулька упадет, она ударится об землю, отрикошетирует на эти машины, которые стоят здесь. Эти ледяные наросты настолько велики, что похожи на сталоксиды. Только вот жители пятиэтажек, на улице Хадид Акташ, они совсем не радуют. Слов нету, очень опасно. Если упадет, человек может запросто умереть. Машины может повредить. Я уже не говорю даже о том, что если кто-то там высунется, и эта сосулька ему на голову упадет, то тогда несчастный случай не минуем. Таких ледяных и снежных наростов в Казани не сосчитать. Авиастроительный район, улица Хлебозаводская. Здесь все сосульки на камеру фиксируют сотрудники административно-технической инспекции. С начала года составили уже 125 протоколов за несвоевременную очистку крыш. Показатель в два раза больше прошлого года. Среди нарушителей практически все управляющие компании Казани. За такие сосульки и снежные шапки на крышах домов управляющие компании могут заплатить немалую сумму. На должностное лицо по закону могут наложить штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа доходит до 300 тысяч. И еще больше придется выложить тем, кто нарушит закон повторно. Если повторно привлекается к ответственности в течение года за аналогичные правонарушения, то штрафы удваиваются и достигает на граждан до 5 тысяч рублей, на юридических лиц до 50 тысяч рублей и на юридических лиц до 1 миллиона рублей. В феврале снежная лавина с крыши дома на улице Матросова накрыла жительницу Елабуги. В итоге перелом позвоночника и ребер. А это уже Казань. Снег с крыши придавил автомобиль на улице Читаева. Подобный случай был и в Зеленодольске. По всем фактам прокуратура потребовала привлечь к ответственности управляющей компании. В нашей компании конкретно никаких таких подобных случаев не было, потому что мы к этому относимся серьезно. Дополнительно бывает так, что приглашаем людей, потому что все же своими силами это сложновато. Крыша там может быть 500 квадратных метров достаточно. Хорошо очистить это. Просто нужно на это время. Однако времени практически нет. Завтра-послезавтра температура около нуля. А значит сход снега с крыш неизбежен. Юлия Гоглева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Жизни пятерых унесли пожары только за последние сутки в Татарстане. В Зеленодольске мужчины и женщины крепко спали, когда в квартире вспыхнул пожар. Их успели доставить в больницу, однако пара не выжила. Еще две женщины отравились продуктами горения уже в Тукаевском районе. В Кукмаре загорелся заброшенный дом. В огне погиб мужчина, место жительства которого дознавателям определить не удалось. А в Апастовском районе, захваченной огнем фермы, спасли 77 коров и телят. Пока эвакуировали скот, одна из коров успела отелиться. Роды принимали на ходу, отмечают спасатели МЧС. С начала года в Татарстане произошло 640 пожаров. В них погибли 37 человек. 45 тысяч куриц уничтожил огонь в Лаишевском районе. Там накануне вечером на одной из птицефабрик произошел пожар. Сейчас подсчитывают убытки птицеводам. В последний год серьезно не везет. У них своя эпидемия. Из-за птичьего гриппа в республике уничтожили 177 тысяч птиц. Огонь в птичьем ангаре вспыхнул в районе 7 часов вечера. Пожар тушили около полутора часов. В ликвидации задействовали 50 пожарных. Большую часть птиц удалось спасти. Но в огне сгорели и задохнулись 45 тысяч куриц. Площадь горения составила 500 квадратных метров. По информации администрации объекта, здания, людей нет. В здании птицефабрики находилось 550 тысяч голов птиц. А именно куриц. Сейчас на место очага не попасть из-за санитарных правил и пропускного режима на птицефабрике. На место пожара сегодня выехал прокурор района. На птицефабрике началась проверка соблюдений и требований пожарной безопасности. В настоящее время отделом надзорной деятельности устанавливаются причины возникновения пожара и также очаг возгорания. Мы же в свою очередь организовали проведение проверки на предмет соблюдения правил пожарной безопасности на объекте в целом. В поселке совхоза имени 25 лет Октября, рядом с которым и находится птицефабрика, самого огня не видели. При этом о пожаре говорят уже все местные жители. На предприятии работает треть сельчан. Порой сегодня только услышал тоже. Что пожар был? Да. Только вот это, об этом знаю больше ничего. Сильный? Я и не видела. Но что говорят? Но услышал, что сильный. По словам руководства предприятия, птицефабрика сейчас работает в штатном режиме. При этом в компании подсчитывают убытки. Но серьезного ущерба удалось избежать, потому что птица была застрахована. Причина пожара пока выясняется. Информация сейчас, так скажем, собирается. Принятные органы. Расплевать меня пока даже сказать особо нечего. Мы работаем дальше в штатном режиме. Устраняем последствия и работаем в штатном режиме. Птичий бизнес под ударом. Пандемия, она коснулась всех, плюс птичий гриб. В республике зафиксировали пять очагов заряжения в четырех районах. В итоге карантин, жесткий контроль и убытки. Птичий гриб был там, например, уже стосили требования, а это дополнительные расходы. Из-за ограничений, которые не сняты, а должны были сняты, а не сняты, тоже не идет продукция. То есть уже содержка птицы, она обойдется, в общем, как бы бесприбыльный бизнес может превратиться. Ситуация должна измениться после снятия карантинных ограничений. Надеются в союзе фермеров-птицеводов. А пока птичий бизнес, похоже, взлететь не может. Салават Нахумадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Лаишевский район. В Татарстане рысь напала на подростка. Инцидент произошел в селе Лельвиш Кукмарского района. К счастью, молодой человек отделался испугом и порванной курткой. Однако наутро рысь нашли мертвый на соседней улице. В подробностях ночного происшествия разбиралась Наталья Мезина. Не успел обернуться, на меня прыгнула рысь. Прямо на плечо. Неожиданная встреча произошла буквально в двух шагах от дома Павла Порфирьева. Поздней ночью подросток привычной дорогой возвращался с дискотеки. Из темноты на юношу набросилась рысь. Ну, я спередумал, это собака. Но он прыгнул и вроде пытался укусить, но не смог. Потому что у меня воротник есть был. Закрывал шею. Толстая куртка стала спасением для подростка. В схватке рысь завалила Павла на землю, а затем отошла в сторону. Поднявшись, парень быстрым шагом направился домой. Рассказал родителям, сестре, никто не поверил. Доказательством стали следы на снегу утром. Прямо следы вот здесь. Как оказалось позднее, следы ночного гостя обнаружили и на соседней улице. По ту сторону оврага житель села увидел пугающую картину. Вошел до сюда, смотрю, как собака валяется. Смотрю там на ушах, типа как антенна. Смотрю поближе рысь. Вадим Николаев не раз встречал рысей в Кокморских лесах. Но в деревне впервые. К приходу мужчины тело мертвого животного замерзло на морозе. У него там зелёто в осенье было. Говорю же, там можно было, ну килограмм 10-8, наверное, не больше. Говорю же, одни ногти, ноги только были. Живот там осень. Но он небольшой вот этот самый. Он, наверное, годовалый только ещё. Несмотря на то, что после ночного происшествия прошла уже целая неделя, на месте обнаружения рыси до сих пор остаются следы. И как утверждает житель, обнаруживший животное, это следы крови. Ведь на теле животного он увидел несколько ран. На место приехали ветеринары. В обычных условиях животных людям в деревню не заглянуло бы, утверждают они. Осмотрев хищника, решили сжечь рысь в биотермической яме. Специалисты обнаружили рану в области шеи. Труп отвезли в биотермическую яму, где ветеринарными специалистами был произведён вскрытие трупа и отобран материал для исследования на вирус бешенства. Погибло ли животное от истощения, болезни или кто-то поднял руку на краснокнижного хищника? Вопросов много, но местных жителей визит гостя не пугает. Выходить на улицу не страшно? Не видим, не боимся никого? Почему страшно? Ничего страшного. Зверь есть, зверь. Не боимся. Сейчас ветеринары ждут результаты экспертизы. Они придут в середине марта. Наталья Мезина, Владимир Гурьянов, ТНВ, Кукморский район. Сегодня сотрудники нашего телеканала сделали прививку от второго компонента вакцины от коронавируса. Первую дозу ведущие и корреспонденты многих программ получили три недели назад. Почти у всех вакцинация прошла без побочных эффектов. ТНВ, как главный республиканский телеканал, не уходил на самоизоляцию без перерыва, работает в период пандемии. Поэтому защита нам всем нужна. Иммунитет появляется через 21 день после второй прививочки. Так что вот вы уже после второй прививочки, через 21 день, можете сдать анализ на титры антител. Сегодня Конституционный суд республики вынес окончательное решение в истории, которое длится три года. Нина Мешкова 11 лет стояла на учете, как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Однако квартиру ей не выделяли. Почему женщина была вынуждена обратиться в Конституционный суд, узнала Наталья Мезина. Исполнительному комитету муниципального образования города Казани надлежит внести в действующее правовое регулирование надлежащие изменения. В трехлетнем споре сегодня поставил точку Конституционный суд республики. Этого решения инвалид второй группы Нина Мешкова ждала с 2009 года. Тогда женщина была поставлена на учет, как нуждающаяся в улучшении жилищных условий вне очереди. Однако квартиру ей не выделяли, ссылаясь на неполный пакет документов. Как говорит Нина Мешкова, все это время она живет, где придется. Я собрала все документы с 2009 года и должна была быть хоть какой-то угол для себя, чтобы не жить на этой жилплощадке с этими мошенниками. В исполкоме Казани требовали доказать статус малоимущей и отсутствие собственного жилья. В пакете документов должны были быть сведения обо всех членах семьи и их имуществе. У Нины Мешковой есть сводный брат, связаться с которым она якобы не может, а без справки от него документы исполком не принимал. Конституционный суд Республики Тарсан приходит к выводу, что исполнительный комитет муниципального образования города Казани не вправе относить сведения из органов технической инвентаризации о наличии, об отсутствии жилых помещений, число документов, обязанностей по представлению которых возложено на заявителя. Это значит, что собирать полный пакет документов Нине Мешковой не потребуется. Она просто не могла, физически она не могла собрать те документы, которые необходимы. Сейчас это нужно будет смотреть на практику, как это будет все это выплатить, потому что регламент должен быть исправлен, тоже работа предстоит. Внести изменения в действующие нормы исполком обязан уже сегодня. Дело Нины Мешковой стало прецедентом, и теперь упрощенный порядок будет действовать для всех людей с тяжелой формой хронических заболеваний. Наталья Мезина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Рустам Яниханов сегодня встретился с митрополитом казанским и татарстанским Кириллом. Обсуждали сотрудничество и развитие духовных образовательных учреждений, в том числе Казанской православной духовной семинарии. Напомним, митрополит Кирилл был назначен главой татарстанской митрополии в декабре прошлого года. Олимпийскую чемпионку Лидию Логинову медалью столетия ТАССР наградил сегодня Фарид Мухаммедшин, глава парламента, высоко оценил ее вклад в развитие отечественного волейбола. Отметил, что этот вид спорта активно развивается в республике, и сейчас спортсмен готовится к чемпионату мира, который пройдет в 2022 году, в том числе и в Казани. Лидия Логинова, заслуженный мастер спорта по волейболу, она родилась в столице Татарстана и сейчас живет в Екатеринбурге. Как самый долгоживущий правитель России Михаил Горбачев посетил Казань четверть века назад, и каким его запомнили, читайте сегодня в газете «Реальное время». Проект рекультивации иловых полей Казани прошел госэкспертизу. Об этом сообщил министр экологии республики Александр Шадриков. Иловые поля у казанских поселков Атары и Победилово занимают 34 участка площадью 100 гектар, из которых 23 чрезвычайно опасные. По новой технологии иловый осадок обезвредит ускоренными электронами. Инновационный подход поможет сократить иловую площадь в два раза. Освобожденные от осадка участки заполнят песком, плодородным грунтом и посеют траву. По словам Шадрикова, это первый в России комплексный проект рекультивации иловых полей. Более 32 разных технологий нам предлагали. Это на самом деле мы собирали, искали по всему миру, какую технологию нам применить в рекультивации данных иловых полей. Проблема довольно-таки очень серьезная. И Минприрода России нам доверила реализовать пилотный проект именно в городе Казани. Студенческие СМИ республики сегодня создали свою ассоциацию. Так медиа-центры вузов и колледжи смогут вместе обсуждать и решать свои проблемы. О том, что их волнует и какая помощь нужна, сегодня рассказали на первом съезде ассоциации. Сегодня сюда вошли 40 студенческих медиа. Сотрудничать будут с Союзом журналистов республики, агентством ТАТ-Медиа и Минмолодежи. О чем договорились, расскажет Вероника Гайнудинова. Это аккаунт нашего студенческого совета. Их площадки, инстаграм и тикток. Здесь освещают студенческую жизнь и рассказывают о важном для молодежи. Аделя Закирзянова руководит пресс-центром Казанского медколледжа два года. В этом они стали лучшим медиаклубом среди учебных заведений. Но сегодня говорят не о достижениях, а о проблемах. Я выделила три проблемы. Это отсутствие коммуникации между администрацией, студентами и информационным центром. Нехватка оборудования, ресурсов. И студенты-активисты, которые не работают. Студенты говорят, им приходится работать на собственном оборудовании. Им не хватает и помещений. Недостаточная поддержка со стороны руководства вузов. Потому что руководство не всегда понимает, что сейчас значит медиа. Что это такое, для чего оно в принципе необходимо университету. И почему именно студенческие медиа могут сделать работу вузов и сузов лучше. Решать проблемы теперь будут вместе. Сегодня студенческие медиа республики объединились. В рамках Лиги студентов создана ассоциация студенческих СМИ. Здесь четко будет запрос от ассоциации уже тем ведомствам, учебным заведениям, которым мы будем работать. И чтобы сформировать эту общую повестку, создается эта ассоциация. Помочь обещают и в Союзе журналистов. От председателя студентам интересное предложение. Ассоциация студенческих СМИ может стать ассоциированным членом Союза журналистов Республики Татарстан. Я вам такое предложение делаю. И, конечно, будем очень рады видеть вас в своих рядах, потому что, ну, вы правильно сказали, жизнь диктует запрос на перемены. И жизнь диктует запрос для того, чтобы молодые люди активнее принимали участие, в том числе и в деятельности средств массовой информации. Мы хотим еще больше и теснее работать с вами, помогать вам, узнавать, что вам интересно, куда вы хотите двигаться. Наша задача – это вот найти формы, которые позволят ребятам получить соответствующие профессиональные компетенции, получить поддержку, в том числе грантовую поддержку. Сегодня в ассоциации 40 студенческих СМИ к объединению до конца года должны присоединиться еще 30 медиа. Вероника Галюдинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. На этом все. Следите за новостями вместе с нами на наших ресурсах в интернете. До встречи. Язык мой русский снежно-хрусткий. В тебе колокола, сверчки и поскреб квашеной капустки, где алых клюковок зрачки. Евгений Евтушенко Акзоциация Санаторий Татнефти – это уникальное сочетание профессиональной медицинской помощи в сфере реабилитации с высоким уровнем комфорта и абсолютной безопасности. Также у нас проходит медицинская реабилитация пациентов с нарушением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Санаторий Татнефти. Здоровье ближе, чем вы думаете. Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан с гастролями в Татарстане. 18 марта – набережные челны ДК «КамАЗ». 19 марта – Казань. Культурный центр «Сайдаш». Билеты в косых городах. И этот праздник русской речи высокой глубью сотворен, как путь, где трепетные свечи ведут над пропастью времен. Юнно-Морец. Здравствуйте. Среда ожидается пасмурной, с небольшим снегом и порывистым ветром. О погоде на 3 марта поговорим прямо сейчас. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке, в Бугульме, в Аблах, Азнакаево, небо все так же в облаках, местами небольшой снег, днем минус 2. На северо-востоке, в Нижнекамске, набережных челнах, Елабуге переменная облачность, ночная и дневная температуры схожи, около 3 градусов ниже нуля. Здесь также временами снег. Пасмурный и теплый циклон на севере Татарстана. Местами снег, температура воздуха минус 1. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси, умеренный мороз, но ветер порывистый, влажность высокая, местами снег. Не исключены осадки и в Болгаре, в Држаном, Буинске. И здесь также небольшой минус на термометрах. На дорогах гололедится, будьте предельно внимательны. В центральных районах, в Чистополе, Вальметьевске, Мамадыши, температура понизится на несколько градусов, пройдет небольшой снег. На смену суровому февралю пришел капризный март и с первых дней начал раскачивать погодные качели. В четверг станет теплее, а снег усилится. Лечим варикоз быстро, без боли, без операции. Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» на Достоевского, 40, в Казани. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского поздравляет с праздником весны. И весь март дарит прекрасным дамам красоту и здоровье. Прием флеболога Сузи Вен. Всего 800 рублей и год наблюдения бесплатно. 212-2040. Только до 7 марта успейте сдать старую шубу и получить большую скидку на новую. Тысячи меховых изделий ждут вас. Шубный фестиваль проходит на Казанской ярмарке. О погоде в столице. В Казани ожидается облачная погода, снег и около 2 градусов ниже нуля. К вечеру до минус 5. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртудного столба. Влажность воздуха 84%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хорошего настроения и оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok